Всем привет! Сегодня мы с вами опять поиграем с новой косметикой, но, кстати, сегодняшний выпуск получился немножко необычным, потому что в этом выпуске очень много будет люксовой продукции. У меня обычно больше акцент, мне кажется, на бюджетную косметику, но вот сегодня прям что-то все люксовые звезды, видимо, сошлись, и у меня достаточно много здесь и люкса. Но в то же время это не исключительно люкс, также мы будем использовать и бюджетную косметику, и я вам все хочу показать в действии, поэтому мы с вами будем выполнять пошагово вот этот макияж, который вы сейчас видите на мне, и давайте не затягивать и сразу приступать. И начать я хочу с новой палетки теней, и сейчас, когда я вам ее покажу, наверняка многие из вас удивятся, потому что, ну, если вы давно на моем канале, то вы знаете мое отношение к люксовым теням. Так вот, палетка у меня от YSL, называется она Couture Variation, у меня это номер 1 New, я так понимаю, там есть несколько вариантов этой палетки, в середине она выглядит вот так вот, как видите, это довольно-таки нейтральная палетка, здесь всего два матовых оттенка, вот эти вот коричневые, такой вот средний коричневый, темный коричневый, все остальные либо сатиновые, либо металлические оттенки. Так вот, я не особо всегда уважала люксовые тени, потому что они зачастую не очень качественные. Вот эта палетка появилась у меня случайно, я бы ее никогда не купила, и вообще, в принципе, не обратила бы на нее внимания, если бы просто я хотела купить какую-то палетку теней, и вот пришла в магазин, или там думала, чтобы заказать онлайн, то вряд ли выбор бы упал в пользу вот этой палетки. Мне ее прислали из Натина, для того, чтобы я сделала для них специальный там макияж, который мы обговаривали, и я изначально выбрала другую палетку, они сказали, давайте, может, заменим на вот эту, потому что, ну, видимо, может быть, они ее хотели продвигать, или по какой-то другой причине. Ну, короче говоря, появилась она у меня достаточно случайно. Но эта палетка меня очень сильно удивила, вот честно, и я могу с уверенностью сказать, что из всего люкса, который попадал ко мне в руки, вот это действительно неплохие тени. Если вы сейчас посмотрите на свочи, то вы увидите, что абсолютно все оттенки очень хорошо пигментированы. Сколько я не пользовалась этой палеткой, у меня, в принципе, абсолютно не было проблем с тушевкой, или с затемнением, или с какими-то переходами. Единственное, чего мне здесь не хватает, это какого-то более светлого, такого транзитного матового коричневого оттенка, потому что вот этот уже достаточно темный, и начинать с него тушевку не всегда удобно. Я бы в идеале предпочла, конечно, чтобы здесь было что-то еще посветлее, и вот как раз-таки три оттенка коричневого для построения матовой формы было бы идеально. Здесь еще вот этот вот самый светлый матовый. Единственное замечание у меня к ней, это, наверное, к вот этим вот двум оттенкам, потому что я не могу сказать, что они некачественные, они просто какие-то странные по своему оттенку, но это мое личное предпочтение. В свочи вы уже видели, сами смотрите, нравится вам или нет, и вообще, в принципе, нравится ли вам эта палетка. Кстати, я тоже проанализировала так недавно и поняла, что я достаточно много люксовых брендов уже попробовала, и разные продукты из разных категорий люксовых попробовала, и я для себя сделала выводы, что, наверное, YSL меня разочаровывает реже всего. Вот чаще всего все, что у меня появляется от YSL, мне очень нравится. Вот, по крайней мере, по-моему, ни одного еще разочарования у этого бренда не было, и я бы никогда не подумала, что у них действительно такие очень даже достойные тени. Ну и давайте, наверное, начинать делать какой-то макияж, честно говоря, у меня какого-то конкретного образа сейчас в голове нет, но будем что-то делать. Первым оттенком возьму вот этот вот коричневый. Вот, кстати, что хотела еще отметить, что оттенки коричневого здесь максимально удачные. Они не слишком рыжие, они не слишком холодные, они именно такие красивые, правильные и не кричащие. И мне кажется, именно такие тона тоже в том числе и очень круто подходят для более возрастного макияжа, когда не нужно слишком что-то рыжее или слишком что-то серое, а вот именно идеально. Я решила и во внутренний уголок глаза нанести этот же оттенок, сделаем с вами что-то типа Halo Eye сегодня. Ну и теперь я буду затемнять тушевку с помощью самого темного коричневого в палетке. Теперь я немножко, честно говоря, так на распутье, потому что я не знаю, какой дальше оттенок выбрать. Вообще я хотела сделать что-то бронзовое, используя вот этот оттенок, но потом подумала, ну бронзовое я постоянно что-то делаю. Мне еще очень понравился вот этот оттенок. Я считаю его одним из самых, наверное, нарядных из этой палетки, и вот для вечернего макияжа, мне кажется, вообще бомба будет. Поэтому я все-таки склоняюсь к вот этому, и давайте, наверное, на центр века его и нанесем. Я бы назвала этот оттенок таким классическим талповым. Он серовато-лилово-коричневый какой-то вот такой вот, и в нем большое содержание блесток, которые, естественно, могут осыпаться. Они, в принципе, я бы не сказала, что сильно играют на глазу. Скорее, визуальный эффект просто в самой палетке делают, чем на глазах. А на центр века влажной кистью я хочу поставить какой-то блик. И самый яркий оттенок в палетке это вот этот. Если делать блик, то, наверное, вот этим именно оттенком. Это светло-розовый, но в зависимости от того, какая у него подложка, он делает именно яркие такие акценты. Вот как раз этого мне сейчас в макияже и не хватает. С верхним веком я закончила. По-моему, получилось очень красиво. Я довольна результатом. И на нижнем веке я сейчас думаю сделать растушевку вот этими двумя матовыми оттенками. Такое что-то а-ля смоки. Так, с тенями я закончила. И что могу сказать в заключении? Вы знаете, я не знаю, насколько целесообразно вам рекомендовать к покупке эту палетку. Но я, наверное, с легкой душой могу ее рекомендовать тем, кто любит люкс и кто покупает исключительно люкс. Потому что среди люксовых брендов, и я имею в виду среди теней как раз-таки, может попасться откровенная Гэ. И вы будете потом плеваться, что зря выкинули просто деньги. Вот с этой палеткой, скорее всего, у вас такого чувства не возникнет. Если вам нравятся эти оттенки, то и качество вам этой палетки тоже понравится. Потому что у меня к ней, в принципе, замечаний особо никаких нет. Теперь я хочу накрасить ресницы. И у меня есть тоже новая тушь. Эта тушь вышла как раз, когда проходил Каннский фестиваль. И Лореаль выпустили к этому событию эту тушь. Я так понимаю, что это их стандартная формула Volume Million Lashes. Здесь нет никаких неприписочек, только Каннская вот эта ветка. И все, больше здесь ничего нет. Я знаю, что у этой туши очень много разных там подразделений. И, кстати, вот конкретно на классику, там просто какое-то нереальное количество позитивных отзывов. И я, когда впервые ее попробовала, я ее не сразу поняла. Ее главная особенность заключается в том, что она потрясающе прочесывает ресницы. Вот если вам не нравится эффект паучьих лапок, слипшихся ресниц, каких-то таких скомканных ресниц, если вы три часа проводите с щеткой для ресниц, вычесывая все комочки, вот тогда вот эта тушь вам должна очень сильно понравиться. Потому что зубчики здесь на этой щеточке очень острые, и они сами работают как щеточка. И поэтому эта тушь лучше всего, по моим наблюдениям, работает именно в наслоении. То есть, когда наносишь первый слой, кажется вообще как будто ничего не произошло. Потом ждешь, пока он подсохнет, начинаешь наносить второй, и вот там уже начинает появляться объем, но без склеивания. Что касается лица, то мне хочется попробовать что-то новенькое. И я вам уже недавно показывала, что у меня есть пробник вот этой тональной основы Dior Backstage. Я ее еще не пробовала. Здесь, кстати, много оттенков. И также праймер. Я сегодня буду использовать и праймер, и самый светлый оттенок из пробников, который называется 2N. Я знаю, что эта тональная основа уже достаточно давно появилась на рынке, но я ее еще не попробовала. И, по-моему, если я не ошибаюсь, я ее не заказывала, потому что в составе у нее спирт. А вы знаете, что я не великий фанат спирта вообще в целом. Праймер, кстати, имеет вот такой вот телесный оттенок. И он вроде бы как должен сглаживать текстуру кожи в основном. Поэтому я его буду использовать именно на Т-зоне. Вау, праймер прям крутой. На носу такое впечатление, что у меня поры прям исчезли. Вообще абсолютно ровная поверхность. Ничего себе. Конечно, я на 99% уверена, что это достигается за счет силиконов. Но в то же время и другие силиконовые праймеры я тоже пробовала. Но вот настолько сглаживающий эффект далеко не у всех. Вот это действительно прям отличается. Посмотрим, как будет дальше. Потому что обычно праймеры, даже если изначально работают хорошо, к концу дня потом все равно тон может завалиться в те же поры. Поэтому я посмотрю еще, как он продержится на протяжении дня. Тон очень жидкий, прям как вода. И, кстати, очень вонючий. Пахнет чем-то таким, знаете, типа краска. И, кстати, оттенок 2N для меня будет темноват. Поэтому давайте сразу я не буду прям усердствовать. И начну растушевывать. Посмотрим, как он будет усаживаться. Вот зараза. Я бы, конечно, предпочла, чтобы он мне не понравился. Потому что, во-первых, достаточно дорогой. Во-вторых, состав такой сомнительный. Но мне сейчас очень нравится, что я вижу в зеркале. Покрытие очень легкое. Я бы сказала, что он даже мелкие какие-то недостатки не очень хорошо перекрывает. То есть просто общий тон лица выравнивает. Но при этом его абсолютно не видно на лице. А лицо просто выглядит таким вот, как персик бархатным. Сглаживается текстура. Нос я свой вообще не узнаю. Просто настолько он сейчас гладкий. Абсолютно как будто без пор. И вот эта вот текстура тоже, мне кажется, немножко лучше стала выглядеть. И на лбу тоже, знаете, как-то морщинки как будто заполнились. Может быть, здесь больше эффекта именно от праймера, нежели от тона. Но праймер вместе с тоном прям вообще шикарно выглядит. И финиш, я бы сказала, тоже очень близок к натуральному. Не сияющий, но в то же время и не пересушенный матовый. Я бы сказала, что он похож на такое слегка отфотошопленное лицо. В качестве бронзера я нанесу Maybelline City Bronzer. Здесь ничего новенького. Покажу вам тоже сейчас новенькие румяна, которые у меня появились. Это румяна от L'Oreal. Называются они Melon Dollar Baby. И опять-таки, знаете, это видео все такое получается необычное. Потому что я использую очень много продуктов, которые обычно бы мне не понравились. Ну, я имею в виду там люксовые тени. Или силиконовый праймер. Или румяна в принципе. Но эти румяна были созданы при помощи какой-то черной магии. Потому что они очень красиво выглядят. И я даже делала макияж с акцентом именно на румяна. И вообще не использовала даже хайлайтер. И что самое интересное, мне понравилось. Единственное, что мне не очень нравится, это аромат. Вернее, даже запах, я бы сказала. Потому что очень сильный такой какой-то парфюмированный аромат. Вроде бы как это по логике вещей должно пахнуть спелой дыней. Но мне просто это пахнет чем-то очень сладким, таким резким и химическим. Эти румяна имеют очень красивый, такой свежий розовый оттенок. Там, по-моему, в линейке есть еще румяна именно персиковые. И вот прям я очень заинтересовалась. Еще вот персиковые хочу попробовать. Но вот эти румяна очень круто будут сочетаться с помадой, которую я дальше буду использовать. А для губ я сегодня буду использовать новую помаду от Lancome. Это линейка Shine. Насколько я понимаю, это новая линейка. И у меня это оттенок Shine Bright 322. Очень красивая помада. И, как я и сказала, она очень круто сочетается с этими румянами, потому что оттенок практически идентичный. Это такой нежный, сливочный, розовый оттенок. И вообще, в принципе, эта помада, ну, она и подразумевает своим названием, свою текстуру. То есть, это очень глянцевая, гелеобразная помада, которая создает эффект именно таких сочных губ. Нанеся только эту помаду, вы создадите эффект, как будто у вас какой-то сочный, но в то же время и немного пигментированный блеск на губах. Помада просто безумно приятно ощущается на губах. Это, наверное, самое комфортное, что я наносила, да в целом, в 2019 году, так точно. Конечно, как и у всего, у нее есть свои недостатки. Во-первых, она абсолютно нестойкая. Даже если вы ничего не пьете и ничего не едите, она как-то со временем начинает куда-то деваться. Может быть, я ее съедаю, может быть, я не знаю, что с ней происходит, может быть, она испаряется. Но, короче говоря, даже если ничего не есть, она постепенно-постепенно начинает сходить на нет. И вот этот блеск и глянец тоже, он как будто слегка начинает приглушаться. Но в то же время именно ощущение безумно комфортное. У меня такое впечатление, что я просто сливочное масло растопила немножко и вот так вот жирненьким слоем нанесла на губы. И вот это то, что я сейчас ощущаю после нанесения этой помады. Если у вас естественным образом красивые пухлые губы, вот такие помады просто фантастически выглядят. А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх. Если вы впервые на моем канале или еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам посмотреть другие мои видео. Если вы их еще не смотрели, можете посмотреть. А если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.